Ред Дед Редемшн 2 Некоторые уже начали думать, что геймплейных роликов до релиза так и не будет, однако буквально на днях 9 августа вышел первый из них и по этому случаю мы решили кратко суммировать все известное об игре. Мы это сайт stopgame.ru, голосом которого в данный момент являюсь я, Иван Лоев. Итак, к делу. Red Dead Redemption 2, несмотря на цифру в названии, это приквел. События будут развиваться за сколько-то лет до оригинальной игры и поведают нам о буднях той самой банды Вандерлинда, о которой мы столько слышали в первой части. И несмотря на то, что Джон Марстон присутствовать в игре будет, главный герой у нас новый. Это Артур Морган, правая рука голландца, лидера банды. Развиваться события будут на обновленной и расширенной карте уже знакомых мест, и на их просторах банда и будет творить свои грязные делишки. Вообще игра во многом собирается крутиться вокруг банды как мини-социума. И сюжетно, и геймплейно. Насчет историй тут все ясно. Нам покажут и расскажут про быт таких вот небольших бандитских групп, почему эти люди держатся вместе и как уживаются. Геймплейно же это будет завязано на то, что каждый человек в лагере будет выполнять конкретную роль. А Артур, например, в числе прочего отвечает за добычу провизии, и от того, насколько успешно он выполняет свои обязанности, напрямую зависит мораль обитателей лагеря и их отношение к нему. Впрочем, чтобы прокачать последнее, можно и просто общаться с людьми, помогать им выполнять свои обязанности, а иногда даже проворачивать какие-то совместные делишки. Вообще, активности обещают предостаточно. Тут тебе и вечерние посиделки у костра с травлей байк, и рыбалка, и покер, и масса других занятий, реализованных в форме мини-игр. Чтобы сбить с толку преследователей и местные власти, банде придется постоянно менять расположение своего лагеря, так что в ходе развития истории нам обещают показать и леса, и поля, и болота, и пустыни, и заснеженные горные вершины. Открытый мир будет больше и проработаннее, чем в пятой части GTA, и он будет наполнен жизнью, животными, активно изображающими полноценную экосистему и людьми. С первыми все относительно просто. Зверя станет больше как количественно, так и качественно. Многие представители животного царства научатся взаимодействовать друг с другом. А вот увеличивать количество людей смысла нет. Все-таки мы перемещаемся в более отдаленный исторический период, и большая плотность населения была бы тупо не в попад. Вместо этого каждого человека постарались сделать, если не уникальной личностью, то как минимум похожим на человека. Например, NPC по-разному реагирует на действия протагониста. Если пригрозить пистолетом одному, он безропотно отдаст кошелек и убежит, в то время как другой выхватит ствол и сам выстрелит первым. А свидетеля разбоя можно как убить, так и припугнуть, и таким образом избежать проблем с законом. Однако Артур, в кои-то веки для героя игры Rockstar, научился взаимодействовать с миром не только оружием. С встречным всадником вы можете вежливо поздороваться, локального задилистого алкаша осадить в ответ, а встретив грабителя с жертвой, успокоить того, что не претендуете на куш и просто едете мимо. Впрочем, стрельба и драки никуда не денутся, это все-таки экшен. Опять же, с первым пунктом все довольно просто. Отличные вестерновые перестрелки из первой части улучшат, учитывая опыт GTA V и Max Payne 3, и сделают еще зрелищнее, удобнее и круче. Ну и слоумо-режим Dead Eye останется на месте, куда ж без него. С драками же все несколько сложнее, они станут напряженнее, появятся захваты и куда больше разнообразных ударов, и в теории это хорошо и круто, но что получится на практике пока сказать сложно, потому что в GTA IV в теории тоже была крутая рукопашка, а вышло все несколько более неоднозначно. Впрочем, выглядит раскулачивание в Red Dead Redemption 2 реально круто. Пройдет через процесс углубления и система взаимодействия с главным напарником героя, с лошадью. Отныне у копытных соратников есть деление на породы, каждая для своего рода деятельности. В сидельных сумках можно возить припасы, дополнительное оружие и туши животных. За своим скакуном надо ухаживать и заботиться, укрепляя привязанность, и тогда во время перестрелки он не будет нервничать и будет слышать зов седока с более далекого расстояния. Да, в Red Dead Redemption 2 лошадки не будут телепортироваться на первый же зов хозяина в любую точку карты. И если вы или кто-то другой напугали скакуна и он убежал, или просто сами отошли слишком далеко, то пеняйте на себя, искать его придется самому. Смерть вороного друга тоже, кстати, необратима, что, по словам некоторых игравших, привносит драматизма во все происходящее. Драматизм обещает проявиться и в сюжете, ведь мы увидим конец банды Вандерлинды, узнаем, как люди, считающие друг друга семьей, доверяющие друг другу, придут к неутешительному концу. С другой стороны, что касается миссий, здесь нас ждет очередной апдейт идей с планированием и реализацией ограблений. Ну и вообще обещают подтянуть систему подачи заданий, и, говорят, даже самые захудалые второстепенные миссии будут прописаны от руки, а плавность перехода из игрового процесса в заставке и обратно шагнет еще на шаг вперед. Таким образом, Rockstar Games хочет сделать открытый мир Red Dead Redemption 2 максимально интерактивным и открытым для взаимодействия, превратив его в такую ролевую игру без конкретных характеристик, но с огромным простором для принятия пусть и простеньких, и мимолетных, но решений. Здесь не будет заданий и активностей в духе «собери 10 листьев папоротника» и подобного. Цель Rockstar Games — сделать именно максимально живой и интересной для изучения и взаимодействия мир, и насытить его не гриндом, а интересными историями, персонажами и возможностями для игрока поучаствовать в жизни этих, собственно, персонажей и вообще этого мира. Ну и опять же, детали, детали, детали. В грязи на улицах тут охотно остаются следы от повозок, копыт и людей, причем если упадет, то испачкается и сам герой. Пули в револьверах реально отображаются, а барабан вращается. У коней есть гениталии, а еще есть подозрение, что это будет одна из первых игр Rockstar Games, где будут дети. Короче, студия в очередной раз готовит монумент собственной упертости в желании делать лучшие открытые миры в индустрии, а может даже и лучшие игры в индустрии. И смотря на Red Dead Redemption 2, в это хочется верить. Остается только дождаться 26 октября, когда она наконец-то выйдет, а до тех пор мы будем пристально следить за игрой и рассказывать вам о ней на Stop Game. Рома. Рома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова